Песни, танцы, конкурсы и все это на сцене в морском стиле. Праздник День Нептуна с таким размахом отмечают впервые. Город Владивосток всегда был городом, очень связанным с морем, с морскими традициями. И безусловно, эта тематика, эта лексика всегда будет близка горожанам. И, конечно же, такие мероприятия, события позволят сделать наш Владивосток более насыщенным, уникальным и интересным со своим особым настроением. На сцене то и дело появлялись обитатели морского царства. Здесь и русалки, и сирены, которые заманивали своими очаровательными голосами не только моряков, но и гостей и жителей города с морской душой. День выдался жарким, но присутствующим это не помешало веселиться и наслаждаться круговоротом сказочных перформансов. Главный виновник праздника, владыка морей и океанов Нептун, несмотря на палящее солнце, отдыхал вместе со всеми. Делал многочисленные фотоснимки на память, а также участвовал в конкурсах. Дети любят Нептуна, но ради детей не жалко ничего. Поэтому вот уж денек-то можно и выйти из глубин морских, порадовать жителей Владивостока, верных приверженцев моря. Помимо представления работали и различные площадки. Развернулись мастер-классы по созданию корабликов, по нанесению аквагрима, раскраске картин в морской тематике, различные квесты. Такие забавы всегда пользуются популярностью у маленьких приморцев. День Нептуна настолько популярен, что даже сюда заглянул сам Джек Воробей. Ну, Джек Воробей, как вам День Нептуна? Дружище, ты ошибся. Меня все путают, потому что я младший брат. Мы хотели увидеть здесь Джека Воробья, а я Джек Соловей. Мой брат просто сейчас находится на дальзаводе. Ремонтирует свою черную жемчужину. Джек Соловей предлагал желающим отправиться в путешествие на пиратском судне. День Нептуна посетил и глава Владивостока Виталий Веркиенко. Напомним, по инициативе главы краевого центра в городе появится резиденция мифического владыки морей и океанов. Она станет еще одной точкой притяжения туристов. На регистрацию бренда Владивосток резиденция Нептуна специалистами правового управления администрации города уже подана заявка в Роспатент. По словам градоначальника, в городе у моря должен быть свой миф. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.